Всем привет, дорогие друзья! Это я, Розанов Матвей, и сегодня я приготовил для вас топ стилей майского обновления. Уж пусть и май давно закончился, да и июнь заканчивается, но топ майского обновления вот только выходит. Поэтому не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и включать колокольчики, чтобы не пропустить еще много новых интересных топов, а я уже не буду тянуть и перехожу к нему самому. В топе стилей майского обновления находятся 4 стиля. Два из сезона и два не из сезона. Это Садовница Роза, Дэнди Хоуи, Инспектор Терри и Нарцисс Дина. Что ж, теперь пришло время узнать, кто же находится на четвертом месте. А на четвертом месте находится стиль Нарцисс Дина, который выигрывался за турнир с компасами. Пришло время объяснить, из-за чего же именно этот стиль находится на четвертом месте. А сейчас я вам все и объясню. Он просто хуже, чем все остальные в этом топе. Двуковой эффект не изменен, а анимации вот такие. При анимации атаки Нарцисс Дина высовывает язык, закрывает глаза и раскачивается из стороны в сторону, после чего подпрыгивает. Анимация атаки неплохая, но у других стилей будут поинтереснее. Анимация выброса специального навыка, в данном случае двойной горизонтальной бомбы, следующая. Дина кивает головой в правую сторону и выкидывает бомбу на поле. Неплохо, но опять-таки до остальных стилей не дотягивается. Ну и напоследок анимация победы. При ней Нарцисс Дина легонько раскачивается в обе стороны, временами закрывая глаза и высовывая язык, после чего все это повторяется. В принципе анимация победы, наверное, хуже всех анимаций у этого стиля. Что ж, ну и теперь и топ. Стиль неплохой. Анимации, конечно, не самые лучшие. Стиль Нарцисс Дина сделан в весенне-летней тематике, но в целом он себя показал не очень. Не знаю как вам, но мне он не очень нравится. Если бы меня просили оценить его по шкале от 0 до 10, я бы дал ему где-то четверочку, не больше. Что ж, теперь можно уже смело переходить к третьему месту, на котором у нас находится Садовница Роза. Да, вас это, возможно, удивило. Вы, наверное, уже надеялись, что на этом месте будет Инспектор Терри. Но нет, он оказался чуть-чуть лучше Садовницы Розы. Анимация атаки у Садовницы Розы довольно необычная. Она сначала поливает цветок, после чего цветок вырастает и якобы бьет слизня. Выглядит все очень необычно и красиво. Анимация выброса специального навыка выглядит так. Роза поливает свой цветок, однако с ним ничего не происходит, и при этом она выбрасывает бомбу широкого радиуса на поле. Ну и, естественно, как же без анимации победы. Роза раскачивается вправо и влево, при этом поливая свой цветок из лейки хорошей струей воды. И даже сам цветок раскачивается в противоположную сторону Розе. То есть, например, когда Роза раскачивается вправо, цветок влево. Когда Роза влево, то цветок вправо. Ну вот, если сложить все характеристики данного стиля, то получается просто отличный стиль. Но, как я уже говорил, Садовницы Розе совсем чуть-чуть не хватило до Инспектора Терри. И сейчас мы разберемся, из-за чего это произошло. Ясно уже, что на втором месте находится этот самый Инспектор Терри. Стиль очень похож на знаменитого детектива Эркюля Пуаро. Инспектор Терри обладает пассивной анимацией и при том очень крутой. Сначала он нахмуривает левую бровь, после чего смотрит куда-то в правую сторону. Дальше подводит лупу, которую держит в левой руке к левому глазу. Смотрит в лупу. Отводит ее на то место, где она была. И все повторяется. Это, наверное, одна из лучших пассивных анимаций, если не самая лучшая. Теперь же анимация атаки. При ней Инспектор Терри пригинается, прищуривает обе брови, вводит глазами справа налево и слева направо. Дальше Инспектор Терри подбрасывает лупу, находящуюся в левой руке, одновременно дергая головой вверх, так что еще и шляпа подлетает в воздух. Лупа возвращается ему в левую руку, а шляпа на голову. При анимации выброса специального навыка, Инспектор Терри хватает правой рукой трость, которая стоит с правой стороны от него, дергает ее к себе, соответственно, в левую сторону, при этом выбрасывая бомбу широкого радиуса на поле. Затем Терри возвращает трость на место. Ну и, наконец, анимация победы. Терри подпрыгивает с тростью и лупой в руках, а его шляпа подлетает вверх и падает обратно на голову. Стиль очень хороший. Из-за чего же я подставил Инспектора Терри выше Садовницы Розы? А сейчас я вам и расскажу. Все из-за того, что Инспектор Терри обладает просто отличной пассивной анимацией. Да, она его вытягивает вверх. Ведь анимации атаки, выброса специального навыка и победы у этих двух стилей примерно равны. Только из-за своей пассивной анимации Инспектор Терри забирается чуть-чуть выше. Лидер нашего топа стиль Дэнди Хоуи. Вы, несомненно, догадались, наверное, уже с самого начала, что он будет на этом месте. Ему помогли забраться так высоко его анимации атаки, победы и выброса специального навыка, про которые я сейчас вам расскажу. При анимации атаки Дэнди Хоуи немного приподнимает молоток, который держит в правой руке. После чего шар для крокета перемещается от его ноги под этот молоток. Ну и в конце концов, ложка отлетает от чашки и начинает вращаться вокруг этого шара. Затем ложка возвращается обратно к чашке, а Хоуи ударяет молотком по шару для крокета. И шар уже, в свою очередь, ударяет слизня, после чего возвращается обратно к ногам Хоуи. Далее анимация выброса специального навыка. Она у Дэнди Хоуи очень простая. Ложка просто облетает вокруг чашки по часовой стрелке, и в этот момент Хоуи выбрасывает на поле бомбу широкого радиуса. Ну и, наконец, анимация победы. Хоуи стоит, шар для крокета и ложка летают вокруг него, а чашка периодически подлетает к его губам, и он пьет из нее чай. Стиль просто великолепнейший, да еще и эксклюзивный. Я сочувствую тем, кто не покупал абонемент в садовом сезоне и не имел возможности выиграть Дэнди Хоуи. Ну что ж, дорогие друзья, вот я и рассказал вам про топ стилей майского обновления. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если еще не подписаны, и включать колокольчики, чтобы не пропустить много новых интересных видео. Ссылочки на видео с геймплеями стилей из данного топа я оставлю, как всегда, в описании под роликом. Если у вас есть какие-нибудь вопросы или предложения для видео, которые вы бы хотели видеть на моем канале, можете писать в комментариях, я все прочту и учту. Ну а с вами был Рязанов Матвей, до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok